Театр имени Ермолова готовится к премьере. Завтра в афише появится «Гамлет» в постановке Валерия Саркисова. Это не первое обращение режиссёра к Шекспиру в списке его театральных работ. Кориолан, Юлий Цезарь, Вензорские проказницы, Украшение с Траптивой. И вот теперь Саркисов взялся за одну из самых востребованных шекспировских трагедий. Удастся ли внести свежие краски в богатую гамлетовскую палитру? Репортаж Ирины Разумовской. Постановки гамлета в московских театрах сегодня, пожалуй, можно назвать явлением повальным. Недавно своих гамлетов на сцены выпустили Театр у Никитских ворот и Гоголь-центр. В эти дни в Театре нации выходит Липажевский гамлет. Здесь в Театре Ермоловой приготовили футуристическую, как здесь говорят, версию знаменитой пьесы Шекспира. Несмотря на шотландские военные марши в исполнении духового оркестра, полукосмические костюмы и пространство, похожее на музей, вечные вопросы этой трагедии постановщики не растеряли. «Мы не играем какое-то время», – уверяет Андрей Ильин. Своего Клавдия делал с сочувствием, как жертву страстей, тщеславия и любви. Лично я шел от персонажа, от человека и за человеком. И пытался его как-то очеловечить, мой образ. И сделать его нашим современником. И оставлять его с человеком со своими болями, страданиями, отчаянием и невероятной болью. Они стоят, будто на музейных постаментах, но любовь и предательство не декламируют, проживают. «Хотя бы стоптала туфли новые свои, в которых сладость за отцовским кровом, ведь не стёк и месяц! Людый змей скормил бы дольше, ты же не можешь дольше! За брата моего отца идёшь, который на отца похож не больше, чем, скажем, на Геракла я похож. Для чего человек рождается и зачем он живёт? Вот для меня главный вопрос. Мы постарались это как-то не литературно сформулировать, спектакль, а проследить вот этот процесс. Как человек от неопытного такого подростка превращается в мужчину-война? Толчком к постановке послужило знакомство с этим актёром. Его нерв и ум, говорит режиссёр Валерий Саркисов. Гамлета увидел в Александре Петрове, когда тот был ещё студентом. Шекспир и жив по сей день, и будет жить ещё очень-очень много. И после меня, и после моих детей, и внуков, я уверен в этом абсолютно. Потому что никто никогда не поймёт мотивов, а их нет. Это не Дарья Донцова, где можно понять мотив преступления. Гамлет сегодня может ходить и в кружевном воротнике, и в потёртых джинсах, и в абстрактной серебряной робе. Выкрикивать «Быть или не быть», стоя на пьедестале, крутящемся диске или в технологичном кубе. Просто главное, чтобы акценты были по-прежнему расставлены на исследовании человеческой души. Ирина Разумовская, Алексей Акимов, Новости культуры.